Вице-председатель Еврокомиссии признал, что Брюссель был наивен в отношениях с Москвой. Франц Тиммерман сказал, что Россия многие годы пыталась мешать Европе. Цель военной операции России – освободить Украину от гнета, чтобы украинцы сами смогли определять свое будущее, заявил Сергей Лавров. Чтобы узнать, как Европейская комиссия реагирует на продолжающееся вторжение России на Украину, мы поговорили с Францем Тиммерманцем, исполнительным вице-председателем Еврокомиссии. Европа за последние 30 лет не смогла выработать последовательную и всеобъемлющую стратегию в отношении России. Русские играли на этом, заводя здесь друзей, наживая врагов там, в попытке доминировать над нами. На протяжении многих лет они пытаются нам мешать, хотя они слишком слабы для этого. Но мы пока миримся с их помехами. Европейские премьер-министры ездят в Москву в разгар кризиса, чтобы заключить газовую сделку для себя. Пока это происходит, русские будут смеяться и пытаться натравить европейцев друг на друга. Думаете ли вы, что Европа, страны-члены ЕС, осознают то, о чем вы говорите? Что им нужно было делать? Слишком часто мы думали, что наши ценности самоочевидны, что все их воспринимают как должные. Но это не так. И сейчас идет атака на наши ценности. Это долгосрочный проект Владимира Путина. Он занимается этим десятилетиями. Он финансирует крайне правых в Европе. Он пытается влиять на прессу. Он делает все, чтобы подорвать нашу демократию и наш образ жизни. Я надеюсь, что теперь все в Европе видят, к чему это приводит, и не будут больше наивны. Пытаясь объяснить поведение российского президента, мы должны понять, что нас атакуют на идеологическом уровне, как во время Холодной войны. Нам нужно защищаться, ведь мы намного сильнее. Президент Украины Зеленский заявил, что его страну оставили одну. Что бы вы сказали ему? На его месте я бы чувствовал то же самое. Но я должен восхищаться его мужеством. Я, затаив дыхание, следил за речью, которую он произнес на русском языке, обращаясь к русскому населению. Это одна из самых впечатляющих речей, которые я когда-либо видел. Франца Тиммерман соблагодарит за интервью корреспондент Евроньюз Мэйв Махмахан. Не оккупировать, а освободить Украину от Запада и неонацистов, чтобы ее народы смогли сами определять свое будущее. Такова цель военной операции России, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он сказал об этом на встрече с коллегами из ДНР и ЛНР. Наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушение гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию. Представители самопровозглашенных республик посетовали на усиление обстрелов после признания их суверенитета, хотя украинская сторона это категорически отрицает. У нас не оставалось выхода. Мирные переговоры, которые шли в Минске, Украиной были полностью заблокированы. Абсолютный отказ от любой формы диалога с нами на Минской площадке, абсолютный отказ от выполнения тех обязательств, которые Украина подписала ранее, это те обстоятельства, которые привели к нынешней сложившейся ситуации, когда мы обратились за помощью к Российской Федерации. Участники встречи обсудили открытие посольств ДНР и ЛНР в Москве. Ранее Россия признала их независимость, что стала предвестником вторжения на Украину. Уже на второй день вторжения российской армии на Украину война вплотную подошла к Киеву. Украинские бойцы оказывают сопротивление противнику, но силы атакующих явно их превосходят. Владимир Зеленский сравнил происходящее с 1941 годом. Наступление России продолжается с расчетом на то, что наши силы будут утомлены. Но мы не утомлены. Силы ПВО Украины защищают наше небо. Наше украинское небо настолько, насколько это возможно. Вражеские самолеты подло действуют над жилыми кварталами, в том числе и над столицей. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардувание, бомбежка, попадание в дом, пожар. Все это напоминает первую такую атаку на нашу столицу, которая произошла в 1941 году. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в одном из районов Киева обломки, сбитые над городом крылатые ракеты, попали в жилой дом. Там начался пожар. Три человека получили ранения. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас. Боритесь против войны. Еврогруппа рассмотрит вопрос о блокировке импорта российского газа. Министры финансов стран Еврозоны проведут заседание в пятницу. Они обсудят будущее экономики ЕС с учетом событий, связанных с вторжением России на территорию Украины и санкции, уже принятых и планируемых. Мы готовы к последствиям ситуации, в которой будет нанесен удар по экономике России. Вчера мы приняли решение о введении масштабных эффективных санкций против нее. Расплачиваться за решение Владимира Путина будет российский народ. Российские олигархи заплатят за безумные поступки Владимира Путина. Будьте уверены, пострадает не европейская, не мировая, а российская экономика. Пока газовые поставки из России покрывают 40% энергопотребности ЕС. Страны Еврозоны, вероятно, сделают ставку на увеличение импорта газа из США и Азербайджана. Если мы применим пакет масштабных санкций против России, это также будет иметь определенные последствия для экономики ЕС. Мы уже видим некоторую нервозность на финансовых рынках, но в этой ситуации, как Европейский Союз, как западный демократический мир, мы должны отреагировать. И да, это будет сопряжено с определенными экономическими издержками. По прогнозам, санкции увеличение расходов на транспортировку газа не из России замедлят рост экономики Еврозоны. В долгосрочной перспективе негативный эффект от диверсификации ослабнет. Бунтесвер хочет предложить НАТО дополнительные ресурсы и систему вооружения для усиления восточного фланга. По сообщениям СМИ, в ближайшее время там будет дислоцирована пехота, около 150 солдат и более 10 танков-боксер. Немецкие военнослужащие таким образом присоединятся к французским в Румынии. Кроме того, министр обороны Кристина Лампрехт готова предложить НАТО ЗРК «Патриот» для более надежной защиты стран Балтии. Корвет и фрегат для миссий НАТО в Северном и Балтийском морях. Правда, как уточняют СМИ, эти военные корабли придется отозвать из Средиземного моря. Оперативная готовность Бундесвера ранее подвергалась критике, которая усилилась на фоне вторжения России в Украину. Главный упрек в том, что военные не успели взять на вооружение те выводы, которые были сделаны после событий в Грузии в 2008-м и в Крыму в 2014-м. Инспектор немецкой армии охарактеризовал вооруженные силы страны как лишь условно готовые к действиям. По словам генерала-лейтенанта Альфонса Майса, армия, которой ему было позволено руководить, более или менее пуста, а варианты, которые можно предложить для поддержки альянса, крайне ограничены. Чтобы исправить ситуацию, правительство Германии намерено увеличить военный бюджет страны. Мы находимся в Перемышле, рядом с украинской границей. Здесь местные власти организуют приемный пункт для украинцев, которые ищут убежище безопасности, которые бегут из-за недавнего нападения с российской стороны, из-за российской агрессии. Как нам сообщил мэр города, в этом районе пересекли границу около 5000 человек. Власти уверены, что в город за помощью будут приходить все больше и больше. Как нам известно, на той стороне границы очередь из ждущих помощи от 10 до 20 километров. Украинцы также прибывают на поездах. Мы сами видели один такой поезд, на котором в город приехали два десятка человек. Ситуация не улучшается, и городской совет готовится принимать еще больше украинцев. Канцелет готовит еще больше украинцев, которые приходят. Семеш, Панелена Ходобник, Еврониз.